Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и я продолжаю на уровне сложности божество проходить партию на континентах в Sid Meier Civilization VI Gathering Storm за новую цивилизацию. Игра на 20 цивилизаций. Я играю за Великую Колумбию. У меня тут большие проблемы. Кстати, если вы смотрите, выложенный в открытый доступ видео, то уже все серии должны, по идее, быть выложены для спонсоров. Большие проблемы, потому что на меня нападает цивилизация с силой 487 военной мощи, а у меня ее 140. Правда, вот у меня появился, наконец-то, командант М. И давайте посмотрим, что он умеет делать. Во-первых, вот это уйти в отстав, отойти от дел перевели, да. Плюс 4 к боевой мощи юнитов ближнего боя и антикавалерийских юнитов в пределах двух клеток. В смысле, в пределах двух клеток. А пассивные способности? Плюс 5 к боевой мощи. Что-то я не пойму. Слушайте, давайте я сейчас сохранюсь. Я просто, то есть я не понимаю, как это работает. То есть он исчезнет, но даст плюс 4 к мощи, но исчезнет при этом. А не исчезая, пассивный у него и так плюс 5. Так смысл мне его как бы убирать? Вот видите, бонус есть от главнокомандующего. То есть давайте я сейчас сохранюсь. Проверю, что вот это дает отойти от дел. Может он не отходит от дел, может, типа генерал вот это остается и пассивная способность работает. Хорошо, если, ну, как бы... То есть надо же проверить, как это работает вообще все. Давайте делаем отойти от дел. Ну и все, он исчез. Ага, вот к боевой мощи плюс... Понял. Значит, это просто навсегда дается этим юнитам, но он исчезает. Ну, честно говоря, то есть... Давайте я загружусь обратно. То есть, видимо, вот эту способность отойти от дел надо будет активировать, когда появится следующий главнокомандующий. Сейчас, по-моему, правильно его держать, естественно, потому что он дает больше... Больше... Силы. Так, ну... Проблема... Знаете, почему я говорил, что галера это проблема? Потому что, смотрите, он к лучникам имеет минус... Лучники имеют минус 17 эффективности против морских юнитов. И мне нечем эту галеру, в общем-то, убрать. Я думаю, может в богате тогда тоже галеру построить после поселенца. И даже можно поставить, кстати, плюс 100% для галер. А потом уже... Да, наверное, так и сделаем. Так, теперь... Надо спасать этого воина, потому что вот эти два лучника его убьют. Выводим лучника сюда. Воина ставим сюда. Видите, даже больше силы дает мне это дело. Теперь давайте, пожалуй, вот этого дуболома убивать лучниками. Потому что он атакует город. Я не хочу, чтобы он город атаковал. Чтобы у меня город атаковался вообще в принципе. Блин, еще одна галера едет. Надо закрыть этот проход каким-то образом. Тут лучше стоять, наверное, в обороне. Блин, а этого лучника мне не убьют в случае. Подойдет, обстреляет. И все, и этот проатакует. Да, тяжело против Рима. Воевать тяжело. Дальше давайте... Ну, пока в политическую философию пойдем. Нормальный век, к сожалению. За каждый район, блин... Ну, районы надо будет строить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, где это у нас тут варвары? Я думаю, надеюсь, Кабул и с этим разберется. Создать копейщиков Наска хочет. Так, богата, по идее, больше не растет. Давайте на производство. Хотя у нее тут и клеток-то с производством немного. Да... Ну, смотрим. Как Рим проатакует. Сейчас меня беспокоит, это вот лучник? Ага, не атаку. Блин, ну, серьезно. Блин, ну, серьезно. Так, этого надо сюда подвинуть. Какой-то лучник неубиваемый. Блин, опасаюсь атаковать воинам, потому что это снизит защиту города из-за того, что у него силы уменьшатся. Но, блин, тогда город падает. Блин, чем кого-то. Блин, может быть. Может выйти тогда? Ну, чтобы сохранить этого дуболома И отбить город следующим ходом Нет, мне надо хотя бы, чтобы он два раза проатакал Если я выйду, то он одним ударом забирается Ладно, придется терять этого дуболома Да, не успел я стены там построить О, какая-то новая цива А, нет, да, это новая Харальд? Какие-то вообще у всех такие цветы Только вот у Рима более-менее Те, которые... А, ну и у Швеции Ну что? Падает Падает, 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 падает город Ну и пусть зато Не знаю Мы не умрем Да, Витя Ну и плюс я еще делаю галеру, так? Блин Этот лук добить надо Этим Сюда, кстати, могу атаковать Заново Слушайте, я забыл, что я же могу апаться И у меня юниты ходят все равно Да, слушайте, это еще одна способность, конечно Ну и у... Так Стратегическая отдача города Так, ну здесь надо Две галеры в любом случае И здесь город Или может лучше сюда поставить Побольше клеток Будет Я, наверное, сюда поставлю город Но начало вообще Офигеть тяжелое Где-то майя же должна быть Еще Может не на нашем континенте С Римом Так никто и не испортил отношения О, Швеция Не хочет войну объявлять А Венгрия? О, за 10 железа Пожалуй, я соглашусь Мне надо как-то Отвлечь Рим от меня А Венгар очень рядом Тем более, что я сейчас Наверное, буду переключаться На открытие Верховой езды пока А не мечников Хотя и мечники Сколько они открываются? 4 хода? Я накоплю за 4 хода 10 Ух, тяжело Ух, тяжело Не, в богату Слушай, я с Кабулом Случаем не воюю пока Он сейчас мне как захватит Юниты А, так его никто и не встретил Кроме меня Отлично Мне бы Кабул засоюзить Но, видите, у меня нету Послов пока Губернатор Но я сейчас его Отберу обратно Город, я надеюсь И посажу опять туда Виктора Блин, вот этого лучника Мне бы не хотелось потерять Ух ты Ух ты, в осаде Это прикольно Ага Так, ну давайте Апнем Посмотрим, сколько мы городу Блин, что так мало городу-то мы наносим? Урона Ну ладно Этим придется Этого лучника добить Просто Иначе Жаль, что мы не можем Его апнуть Да И жаль, что этот Главнокомандующий На лодке Не работает Смотрит Смотрит Почему вот этот разлив реки не нанес урона римским лучникам? Так, не хочет ли Швеция все-таки этим ходом объявить войну? Не хочет. Ой, Хатуса Трояну обью. Кстати, это хорошо. Можно я про Доскохоке и буду воевать. Ну, тут мне скорее всего лучника убьют, а если не убьют, то я смогу вапнуть следующим ходом. Вдруг он будет не лучника атаковать, а так лошадей копим. Что у нас тут стоит? Поселенцы и морские. Может, морской юни здесь построить лучше, хотя 6 ходов, галера. Долговато. Вот я, честно говоря, не ожидал, что Рим будет галер. Вот если бы у Рима не было галер, Картахена бы вообще не бралась. Но из-за галер, потому что я не могу им никакого урона нанести, мне надо было хотя бы одну галеру иметь. Была бы у меня галера здесь... Ну... Знаете, век живи, век учись, как говорится. Какой шанс, что он мне не убьет этого лучника? Да, очень маленький, в принципе... Ну, смотрите, уже 378, да? Это уже не 514, как было. Убьет лучником. Отошел! Вау! Еее! Как здорово! У меня этот лучник спасается. Так, этот стоит. Этим начинаем обстреливать город. Постою. Ну, просто им надо двумя галерами. Пускай он меня атакует, я следующим ходом получу прокачку. Так, куда тут сходить? Где могут быть еще цивилизации? Ну, вообще, наверное, просто налево надо идти. Ой, там конь. Ух ты! А что там Кабул хотел? Блин, так мне надо было сначала... Я что-то не видел, что Кабул, оказывается, хотел что-то присоединить, похоже. Хана этому разведчику. Вот Рим, гад. Ну, это было понятно, конечно, в сосед... в сосед... в соседях Рим. Так, трудовая повинность три хода. Я бы поменял опять... наверное... Чё, только две добавляется? А почему у железа три? А, тоже два. Не, ну тут долго поселенец строится. Давайте вот так сделаем... 8 ходов. Ммм... Хм... А Наска хочет копейщика. А тут у меня стоит пока на морские юниты. Ну, через три хода я поменяю, а галера два. То есть мне, в принципе, еще одну галеру можно создать и нужно. И поселенец, да? Ну, давайте... давайте, наверное, здесь... Еще строители. Потому что как-то поселенцы долговато. Я бы поселенцев в богате строил. Я думаю, там у Рима должны быть проблемы сейчас с Венгром. Не думаю, что он ко мне тут будет сильно приходить. Да ладно, чё, не прокачалось? Это странно. Я думал, должен уже опыт получить. Ладно. Меняемся местами. Это лечится в богате. Да, два хода. Отличная красотрудовая повинность откроется. Блин, пришли лучники. Ну, мы должны, видимо, этот город сейчас забрать. У меня такое ощущение. Отлично. Блин, коляска прибежала. Ну, наверное, надо сразу древние стены как-то тут пытаться строить. Управляем сюда Виктора. И давайте попробуем, может, этим какой-нибудь лес вырубить. Блин, ну нежелательно вообще. Тут никакой лес вырубать, потому что он как раз защищает. Можно вот эту клетку купить. Нет, не хочу покупать. Я хочу оставить деньги на апгрейд в мечников. Так, Швеция. Мы с тобой дружбаны. Ты не хочешь как дружбан повоевать с моим недружбаном? Ты жопешница маленькая. У тебя же плохие отношения с Римом. Так, этого не должны, по идее, убить. За возвращение города Картахены дают два счета эпохи. Отлично, отлично. Так, ну мечников я открою. Надо будет следующим водом как-нибудь поторговать. Нужно будет 50 золота, чтобы апнуть в мечника. Так, и дальше пойдем в верховую езду. Но это не езда. А вот потом уже в гавань. Еще хорошо, ой. Хорошо еще у Рима нету... Да ё-моё! Нету... Легионов. 292, 353. А сколько у Венгрии городов? Как-то выглядит, что немного... 4. А у Рима... Тоже 4. А у Швеции... 4. 4. Ну вот. И у меня 4. Надо теперь вот эту великую пустыню-окону заселять. Блин, Рим, отстань, а! А вообще можем мир заключить с ним. Один ход. Может попробовать следующим ходом? То есть понятно, что я сейчас... Вот прямо сейчас его забрать не могу. Но в будущем... В будущем я запомню этого чувачка. Я запомнил вот эту рожу троянскую. Нет! Живи, скаут! Кита, кстати, столица... Эквадора. Так. Нет. Он заключать мир не хочет. А куда это мы поплыли? Ну охренеть они... У него еще и галера сильнее все равно считается. Просто нечестно. Просто нечестно. Так. Вот этого пожалуй сюда. Вот этого от дальнобойных атак выведу вперед. Вот. Кстати... А, Виктор еще сюда не приехал. Давайте только этого мы спрячем как раз. Этого сюда переведем. Поехали. О, тут даже прокат... Блин, я мог его в гарнизон поставить на плюс 10, дать ему силу. А может лучше эту квадрирему проатаковать, а не галеру? Что-то мне эта галера сейчас не страшна. А квадрире мне там не нравится, которое мне ломает улучшение. Так. Давайте-ка на рост пока поставим. То есть тут уже стены не настолько критично нужно быстро строить. Так. Как бы мне с Норвегией договориться о проходе? Дружбу объявим. И... Право прохода. Он мне еще заплатить хочет, кстати, за это. Отлично. Прячемся на его территории. И у нас хорошее отношение с Ацтеком внезапно. Давайте мы ему право прохода тоже продадим. Вообще нисколько не дашь денежков. Ага. Только вход. Вот. Ладно. Я вообще-то хотел в Мечников апнуться, но уже походил. Хотя... Вот этого можно апнуть, да? 55 денег мне надо. Может кто-то из вас... Чего мне правда торгануть с этими ребятами? С Норвегии. Я тебе могу одно железо продать. Сколько мне не хватает? 9. Он, наверное, не продаст за 9. Это маловато. Угу. За 4. А! Очки влияния. Ну-ка. Отлично. Отлично. Вы цыганили все-таки сколько-то денежков. Это... Зачем надо увеличить? Не просто это улучшает юнит, но и усиливает... Города. В плане защиты в будущем. Так. Я все никак не открою Араши. Давайте я сначала Араши не открою. Потом уже навигацию звезды, чтобы шелк обработать. Отличимся. Ну! Отбились, кажется, пока от Рима. Главное... Самое тут главное, что мы венгра... Купили на войну. Вот это очень важно. Было. Но... Все все равно очень плохо пока что. Не видно развития. У меня 10 наук и 5 культур. В то время как у Рима, смотрите... 33... 38... А у венгры 50... 32 вообще. Так. Чудеса. Содержание. Правительственная площадь. Так. Вообще надо подумать пока. Может что-нибудь тут поменяю. О! Кстати, а тут я так понимаю, что галерки тоже ходят после повышения, да? Отлично. Так. Ну вот этого мы... Эту галерку мы добьем. Так. А теперь я хочу поменять местами этих лучников, потому что я этому дам... Только не пойму, это работает? Плюс 10 к боевой мощи, если находится в улучшении, которое... Ну... Сирует оборону способом. Понятно, в городе. Но вопрос, это плюс 10 к боевой мощи в рукопашную или в дальнюю? Мне кажется, это в рукопашную. Хотя... Это странно было бы... Ну, иконка, видите, рукопашная. То есть это к тому, что ты увеличиваешь силу самого города. Поэтому мне кажется, что в данном случае, когда я уже отбил город и очень вряд ли его сейчас заберут обратно? Мне кажется, не стоит. Так. Стоит ли мне повышать Виктора? Плюс 5 к боевой мощи. Я думаю, стоит повышать. Потому что все юниты на территории города, обороняющиеся, не те, которые атакуют, а обороняющиеся, получают плюс 5 к силе. Тут, по-моему, вообще без шансов. Мы делаем тут дождь стрел. Ага. 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 Тогда давайте сделаем... Блин, это опасно. Я сюда выйду. Мне бы увидеть, какие тут юниты есть. И я понимаю, что Кабул сейчас на меня хорошо работает. Так, ладно, давайте плантацию. На этого варвара не обращаем внимания. Хотя он может, кстати, разграбить нам караванчик. Но мне главное Рим мочить. Так, уже у Венгра больше юнитов, чем у Рима. Мне кажется, надо все-таки так пойти. Если что, я смогу вернуться, потому что у меня ходы есть. Так. Видите, из города я могу стрелять через лес. Поэтому я так вот сделал, чтобы использовать все юниты мои. Блин, там коляска. Вот это... Вот это не очень здорово. Так. Потому что я не действовал на этого. Думаю, что так мало урона наносим. Ну, по идее, должны убить. Да, отлично. Боже, и Кабул меня еще так прокачивает офигительно. Блин, тут прям думать приходится. Столько меня... Рим, конечно. Заставил. Так, наверное, давайте я тут постою, полечусь один ход. А, это у меня еще третья галера построилась. А, и я хотел начать опять посилов тут строить. То есть, не меняем эту карточку, а вот эту карточку я бы поменял. Я на что хотел на кавалерийские юниты, да, поменять? Может, содержание юнитов? У меня еще кавалерийские юниты, но я следующим ходом могу его уже построить. Я бы одного всадника построил. Я бы тут, видимо, отложил производство, потому что я следующим ходом могу уже всадника строить. А, стоп, я его не открыл? А, я его не открыл. Не зашибись. Я пошел почему-то... Не, ну давайте верховую езду, потом навигацию. Четыре хода. Раз у меня четыре хода... Политическая философия, господи, как тяжело-то все это... Ну, в любом случае поселенца пять ходов. Наверное, все-таки на содержание юнитов надо поставить, потому что очень денег мало как-то. Видите, сразу плюс здесь. Семь монет в ход, считайте, да? Фух... Так, ну мне... Приветствуем делегацию. К сожалению, никому не... Никому не отправляю делегации, потому что денег нету. Так, двести восемьдесят шесть. Блин, приехали. Ну, я смогу этого лучника убрать. Ой, вон там у него всадники бегут. Двести девяносто два, триста пятнадцать. И Виктор приехал. Так, но мне надо ставить юниты на свою территорию. По той простой причине, что там используют зону контроля. Давайте, наверное, зону контроля. А этому... Дальнобойных атак... Ну да, а что тут? Плюс одно очко. У меня и так нормально с перемещением. Так. Нам надо этого как-то в мечника. А когда это меня здесь разграбили, интересно. Вообще не помню. Все, покеда. Так, сейчас надо думать, как мне юнитами здесь двигаться. Вот этот варвар мне мешается. Поэтому надо его таки убить. Пойдут ли они кита захватывать? Ну, наверное, могут. Тут. Так, ну надо вот эту... Вот это говно убить надо. Ну, коляской и скаутом кита не захватится, конечно же. А вот этот всадник, если побежит, мне не очень будет весело. Так, эта клетка к какому городу? Отлично. То есть, на этого лучника сейчас действует... Этот... Виктор, по идее. Нет, ни хрена. А, в защите. В защите действует Виктор, да. Нормально. Хорошо. Знаете, я даже здесь буду стоять... Если он побежит всадником атаковать картахену, меня это вполне устроит. Это будет... Ну, 31 против 36 у всадника. Хотя у него, наверное, 40 там будет. Ну, это терпимо. Так. Пошли ремонтировать вот там всё. Боже, как тяжело-то, а? Чё ж так тяжело? Какой напряженный Рим-то? Иди... Иди с Венгром разбирайся. Сволочь. Я людям показываю новую цивилизацию. Дай победить. Ты чё? Хорэ душить. Я думаю, всадником он будет картахену сейчас атаковать. Нет. Боже, он ещё купил... Он купил армию у... Ну... Ну с... Да ладно, пришёл варвар и убил... Ну... Что это такое? Убил... Этого... Скаута. Ну это честно разве? Фу, тут... Закончил наконец-то. Так. Здесь. Так сказать, долечится. Ну с дуболомами пришёл, ну... Давайте ещё попрокачиваем мне юниты. Видимо, как... Как бы говорить нам... Рим. Ну вот здесь я, наверное, поставлю поселенца и вырублю лес на него. Как раз это вот тут... Вот тут в тему будет. Так, дальше. Ну он уже дуболомый, ну совсем уже грустно. То есть это у него вся сила, это он взял... Скахоки юнитов. Сейчас венгер его должен там... Слушай, так мы, наверное, анцы пойдём заберём. Судя по всему. У меня ещё за счёт кабулы я так юниты качаю. Мне бы ещё вот этого дуболома последнего апнуть. У меня просто нечего продать. Хотя очки... Влияние... Ну мне бы сейчас хотелось. То есть, понимаете, как я повяжу, я плюс одиннадцать идёт, но... Так, двадцать две деньги. Я думаю, Кристине очень очки влияния нужны для дипломатической победы. За двадцать две деньги ты продашься? Отлично. А присоединиться к текущей войне? О! О! Хиииии-иии. Еееей. Ну тут. Всё ок. Еееей! Швеция хочет воевать. Ещё и денег мне даст. Ну, конечно, у Римы уже не пятьсот четырнадцать силы... О господи, она мне очень-очень много денег хочет за это дать. Ещё в войну вступить. так слушайте давайте по десяткам хотя бы что ли 60 70 сузяк а control тут не работает нет и shift не работает на жаль ну сотку она не хотела давать я точно помню как это а не хотелось я чуть не понял у него 134 вообще только в принципе она уже вход не хочет может все таки что-то вход дашь до 2 золота вход готова давать 3 странно честная сделка я тоже так считаю отлично просто великолепно так значит этого апы а блин точно ну ладно подождем еще немножко железа да пойдем сейчас на анций давай сейчас ты еще он сольет все юниты кнулся скум садником побежал что-то мне это не нравится так зону контроля тут лечимся сможем ли мы убить всадника тремя лучниками в общем вопрос надо подумать тут надо будет подумать так тут я пожалуй поплыву в эту сторону надо там рим контролировать у него явно еще могут быть галеры так в богате нехватка жилья нормально так скоро вернется жилье когда поселенец будет построен здесь вырубаем подпоселенца хватка жилья и тут как раз тоже будет вырублена подпоселенца все на производство минус один нет да так ну по идее мы должны этого всадника убить давайте делаем так так и так отлично у меня такие лучники уже прокачены их главное не потерять бы и в принципе двумя мечниками и тремя лучниками мы анций должны взять 172 силы вот что значит лезть ко мне ну я скажу честно что без этого парня без этой хотя подожди так это у всех генералов да ну тогда на данный момент хотя нет дополнительное движение колумбийской вот это круто это круто дополнительное движение всем юнитом вот это важная штука и ход после улучшения сразу ты можешь апгрейднуться и походить вот без этого мы бы вряд ли могли тут победить ну отбиться отбиться мы еще не победили отбиться от рима а у меня даже до 2 мечника будет следующим ходом сюда встану здесь буду апгрейдится 3 а четвертый уровень даст а уровня еще за счет кабула получаю но это не способность цивилизации просто кабул да но мне надо вот тут еще ставить тут где-то ставить вот тут конкретно да поменяю политическую философию открою поставлю на всадников но пока не видно чтобы рим как-то был осажден кем-то ну наверное не будем заниматься этим скаутом правильно так давайте амбар конца еще по районам ничего ну кроме гавани где будут гавани стоять это это да а все остальное непонятно давайте глянем арбалеты ни хрена себе но мне бы тогда тоже в арбалеты врачу как он так ну конечно 38 науки у меня 11 блин она придется покачаться немного на скауте а 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 ну надо выходить в арбальне ну рим надо захватывать просто вот сейчас когда я всех сагал на него воевать к 331 сила у венгры 311 у у у у крестины блин у меня бы еще задание наски выполнить копейщиков что это хорошие места не хотелось то есть я его спокойно вот эти города я могу спокойно удержать что-то он тут строит круга а курганы к хокке а здесь оракул что ли да самое время проигрываешь войну всем время для курганов к хокке да нету нету ли тут еще каких-нибудь юнитов вроде нет вот возвращаемся ну я кстати не против если он у меня сейчас арбалетами пойдет и это просто только говорит о том что я сейчас не могу на него нападать лучниками потому что просто будут убиты все таки 40 сила против у лучников рукопашная 15 понимаете да 40 на 15 то практически ваншоты будут как бы они не были мои лучники прокачены поэтому придется немножко подождать и выйти в арбалеты сначала или а хотя мне тут не поможет нету стен у анция поэтому мне ни тараны ни осадные башни не нужны ну да концы еще дебильно поставил к ему правда уже акведук сделал для него это как я отстаю по науке и культуре из-за всего этого у меня нету ни одного района еще сильный флоту да о да у меня такой сильный флот три галеры прямо прямо три галеры ну сейчас наверное арбалетом какую-нибудь из галеры постреляет вы понимаете там у них штраф не он даже вообще ничего не сделал класс ну не надо гавани открыть и построить я без караванов я просто вообще не развиваюсь нифига компьютер мне рекомендуют тут ставить но я скорее вот тут наверное вот тут поставлю город а потом туда еще дальше но на этом я закончу серию я понимаю все 13 ходов но это была тяжелая война продолжение в следующий спонсором я выкладываю эти серии как только они записываются сразу же так что если вы не спонсор то если станете спонсором они явно во вкладке сообщества будут уже все лежать все прохождение спасибо что смотрите играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока ну пока и ну пока ну пока Продолжение следует...